Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. В Заволжье появится новая развязка президентского моста. Ульяновские спасатели учатся вылавливать рыбаков. Школу Ульяновской области закрыли на карантин. В Заволжье появится новая развязка президентского моста. Ее устройство подразумевает создание магистральной улицы с четырьмя полосами движения протяженностью 2 километра, а также кольцевой развязки на пересечении улиц Врача Михайлова и Оренбургской, четырех путепроводов и наземного пешеходного перехода. В Совете Федерации проект ульяновцев поддержали. Сенаторы готовы выделить больше 3 миллиардов рублей. В Совете Федерации подвели итоги дней Ульяновской области. С подробным докладом перед сенаторами выступил губернатор Сергей Морозов. По его словам, предложения Ульяновской области получили полную поддержку федерального центра. Предложения касаются здравоохранения, социальной защиты населения и развития ТОСов в промышленности. Подготовлен проект постановления, куда войдут все инициативы ульяновцев. Мы сегодня благодарны нашим коллегам из Совета Федерации за то, что они нас поддержали. Я веду разговор о возможности строительства большой детской инфекционной больницы. Я веду разговор о серьезных ремонтных работах, в том числе и о строительстве большого онкологического диспансера. Я веду разговор о большом внимании к крупнейшему ядерному медицинскому центру в городе Димитровграде. На все это выделяется почти 15 с лишним миллиардов рублей. Также губернатор рассказал о стартующем сочинском форуме, куда ульяновская делегация отправится после работы в Совведе. В том числе планируется подписание ряда крупных соглашений. Вестиционный форум – это площадка, где мы не только обмениваемся с коллегами из частного сектора экономики или с коллегами из федеральных органов власти инициативами и инновациями в области формирования делового климата, а у нас есть дополнительные интересные идеи и предложения. Вот Валерий Васильевич сегодня говорил на пленарном заседании о целой серии законотворческих актов на уровне региона, аналогов которых нет в Российской Федерации, в том числе связанных с защитой иностранных инвестиций, частных инвестиций. Смекалин вывел в поле правительство Ульяновской области, но Совет Федерации победил. В Москве прошел товарищеский матч между футбольными командами сенаторов и правительства нашего региона. 3-2 в пользу хозяев. С таким счетом закончился товарищеский матч между футбольными командами Совета Федерации и правительства нашего региона. Состязания проводились в рамках дней Ульяновской области в Верхней Палате Российского Парламента. Матч проходил на стадионе школы Олимпийского резерва «Сокол». Первоначально планировал сыграть полные таймы по 45 минут, но пошедший к концу первого периода дождь немного изменил намерение. В Москве стоит почти весенняя погода. В итоге сыграли два тайма по полчаса. Фортуна была на стороне принимающей стороны, но ульяновской команде во главе с капитаном, председателем правительства Александром Смекальным, серьезно удалось потрепать им нервы. Я хотел бы сделать прежде всего замечание регионам, что начали отправлять сильные команды. Если мы раньше выигрывали 5-1, 4-2, 6-1, то сейчас мы еле уносим ноги. Поэтому задача номер один – это сегодня ноги, чтобы у нас, как говорится, дальше не поехали, а вторая, конечно, хотелось бы выиграть. Но с точки зрения общения, конечно, это очень полезно. Мы не только на поле, но и дальше уже после игры общаемся, разговариваем про субъекты, рассказываем много, поэтому с удовольствием сегодня буду играть. Подержать земляков приехали губернатор Сергей Морозов и сенатор Сергей Рябухин. В первом тайме ульяновцы организовали несколько мощных атак против соперников, не давали им забить гол. Как один из самых ярких моментов матча стоит отметить гол начальника административно-правового отдела администрации губернатора Евгения Преображенского. В команде ульяновской области также играли министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин и министр спорта и физической культуры Николай Цуканов. На перерыв команды уходили, когда счет на табло был 2-1. Во втором периоде разрыв остался в один мяч, но счет был уже 3-2. Победителями с поля ушли хозяева, но главный в этом матче, как точно отметил капитан команды Совета Федерации Андрей Кутепов, была не победа, а сама игра, прошедшая в атмосфере взаимного уважения. Вот то, что Валентина Ивановна в свое время ввела определенную традицию, чтобы мы неформально общались с регионами, с субъектами, с людьми, которые приезжают, и не за столом, за круглым разговаривали о тех проблемах, но еще разговаривали за чашкой чая, в том числе и на спортивных наших мероприятиях мы встречались, и мы, причем, кажется, что не первый раз встречаемся уже. Каждый субъект, который приезжает, выходит с нами, с девушки в волейбол играют, молодые люди играют в футбол. Мне кажется, это такая традиция, заслуживающая уважения. Мне кажется, она должна вот с вашей точки зрения иметь как или положительный опыт, или, может быть, нам стоит его развивать. И поэтому мы от вас ждем обратной связи, чтобы вы нам порекомендовали, как лучше еще расширять наши взаимодействия. После матча соперники пожали руки друг к другу. Игрой обе команды остались довольны. Соперничество осталось на поле, а впереди взаимная работа на благо страны и Ульяновской области. Школу Ульяновской области закрыли на карантин. Зарегистрировано больше 10 тысяч случаев ОРВИ. Было госпитализировано 132 ульяновца. Медицинские специалисты Ульяновской области рекомендуют придерживаться ограничительных мероприятий, избегать мест большого скопления людей и носить защитные маски. Школьники выйдут на учебу 20 февраля. По вопросам вакцинации и профилактики гриппа и УРВИ можно позвонить на круглосуточную горячую линию контактного центра Минздрава региона по номеру 8 800 273 07. Конец февраля – время активной подготовки к половодью. Ульяновские спасатели поделились приемами по спасению рыбаков, оказавшихся в полынии. Спасатели Управления гражданской защиты отработали навыки водолазных спусков. Учения проводят ежегодно примерно в одно и то же время. Зимой водные спасатели тренируются в бассейнах. Выходят на открытый водоем и только ближе к весне, чтобы подготовиться к паводку и таянию льда. В этот раз тренажером стал котлован базы отдыха «Березовая роща». Воду к спуску готовили специально. Дело в том, что зимой она становится очень прозрачной, а когда начинает таять лед – мутной. Поэтому мутили ее специально с помощью помп, поднимая тину со дна. Бывают и такие места, где даже манометр мы не можем посмотреть, остатки воздуха. Приходится всплывать, проверяться и опять опускаться на глубину. За все время работы ульяновские водолазы не припомнят случая, когда из-за паводковых вод им находилась работа. Тем не менее, наверное, у каждого есть воспоминания о спасенном незадачливом рыбаке. Каждую весну таких по региону – десятки. Вот провалились пару лет назад рыбаки под лед. Далеко от берега. Лед уже был достаточно очень мягкий. Пока к ним добирались, много раз проваливались тоже. Ну, тяжело, но кто-то должен этим заниматься. Лед – штука коварная. Если возле берега он еще кажется толстым, то к середине реки течение может промыть его насквозь. Яркое даже февральское солнце хорошо ему в этом помогает. Рыбакам советуют прислушиваться к прогнозам и сообщениям о толщине льда. И не рисковать понапрасну. Если же не повезло, то необходимо знать правила нахождения на льду. Можно больше свою площадь на лед высунуть, чтобы держаться. Меньше движений, чтобы тоже не спровоцировать провал. Ну и все. А там уже спасатели сами по месту. Если может держаться, то держится. А если нет, накинут веревку, что-нибудь. Или подручными средствами достанут. От себя добавим. Если вы стали свидетелем или участником провала под лед, ДТП, пожара или другого происшествия, немедленно сообщите о данном факте на единый телефон службы спасения. 0-1 или 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно со стационарных и мобильных телефонов. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. С 1 марта стартует набор в детские сады. В первую очередь будут выданы направления детям, родившимся с января по декабрь 2016 года. В Правобережье выдача направлений проводится по адресу улица Полбина, 21. Всех, кто проживает на левом берегу, приглашают по адресу проспект врача Сурова, 11. По всем интересующим вопросам родители могут обращаться по телефону горячей линии 27, 30, 26. Проверить интеллектуальные навыки решили служащие Симбирской митрополии. Вместе с православной молодежью и сестрами Милосердия они организовали брейн-ринг «Россия православная». Миссионерский отдел Симбирской епархии совместно с епархиальным отделом по делам молодежи провели интеллектуальную игру «Брейн-ринг Россия православная». Это хороший способ привлекать к познаниям, потому что когда ребенку есть с кем сравнить себя, они к этому начинают подтягиваться. Я очень хорошо, поэтому все друг к другу тянутся. Работая в командах, участники игры ответили на вопросы по священному писанию, истории церкви, краеведению. Часть вопросов была посвящена устройству храмов, наследию святых и церковным праздникам. Также была проведена интерактивная игра со зрителями. Православная молодежка перед началом самого мероприятия читали Богородицу. Три раза помолились, и вот оказалось, что молитва способствовала нашему выигрышу. Слава Богу просто. Всех участников наградили почетными грамотами, победителям выручили памятные призы. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. В связи с проведением митинга, посвященного 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, 15 февраля с 9.30 до 10.30, в Ульяновске ограничат движение транспорта. Движение будет перекрыто по улице Спаска и Ленина и Гончарова. От пересечения улиц Ленина до площади 30-летия Победы. Сбор участников митинга в 9.00 у драматического театра. Участники пройдут по улицам Ленина и Гончарова до площади 30-летия Победы, где в 10 утра состоится торжественный митинг. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру. До новых встреч!